Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Алла выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе еще присутствуют чужеродные копии, голограммы, растяжки, все это становится видимым, все выходит. К ней метра на два идет, защита отталкивающая. Защита? Кого отталкивает? Не знаю, чья. Меня отталкивает и подпускает к ней. Отлично. Накидываю на эту защиту специальную любую воздействие. Один, два, три. Горячо кому-то она свернулась, внутрь ушла. Внутрь куда ушла? Валлу. Валлу. Отлично. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий абсолюта. Берем Аллу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Аллы поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Что-то очень тяжелое. Подниматься тяжело? Тормозит что-то? В ней что-то тяжелое. Хорошо. На месте. Отлично. Отправляю эту защиту в клетку-тюрьму. Один, два, три. Это кто-то. Когда-то накинул сетку, а в сетке кто-то сейчас у нас. Отлично. Мы приветствуем Аллу. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверить ли она нам в своей биополе на период сеанса? Говорит, я доверю. Благодарим им. Я даю команду, значит, риск скэнер начинает сканировать пространство над головой Аллы, под ногами, тренирует все семь тонких тел Аллы, находит все. Ну, небес, инсектоид, синий дракон, вот эта сущность какая-то в сетке, и спрут. И сущность. Хорошо. Так. Она катается по клетке, это сущность. Сущность катается под клетки. Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Сущность перестает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Снимай эту сетку. Снимай эту сетку. Снимай эту сетку. Сущность проявляется. Я не знаю, кто это. У него высокие ноги, длинные, как руки. Он космический. И он как пытается, типа, дракона чем-то извергнуть из себя что-то. Отлично. Ставим вокруг него. Один, два, три. Отражает все назад. Сущность, я тебя предупреждаю, я тебя сожгу сейчас, здесь. Быстрее, чем ты сможешь там что-то произнести. Тебе это понятно? Ты меня слышишь? От него идет ее жертва. Сейчас, да. Кто-нибудь притянулся от этой сущности, Вера? Нет, он один. Хорошо. Кто ты такой? Проявись и покажи себя согласно своему эфирному коду ДНК. Говорят, что наш корабль потерпел крушение. И, чтобы выжить, мне нужно было биотело. Чей наш корабль? Ты знаешь, сколько я таких историй уже слышал? Мы из породы племени инзиктоидов. И где ты живешь? Порода племени инзиктоидов. Какое твое созвездие? Как твоя планета называется? Как вообще твой тип называется? Это какое-то темное пространство. Он как показывает темное пространство, где мы обитаем. У нас определенная структура тела. Какое созвездие? Ты с нашей галактики? Нет. Ты из параллельного измерения? Откуда ты пришел? Я хочу точно знать. Произошла накладка. Хорошо. У нас есть возможность проверить эту информацию. Пока мы начинаем работать. Еще один вопрос тебе из племени инзиктоидов. Как тебя называть? Подожди. Произошла накладка. Он имеет в виду миров. Накладка миров. И он попал в эту дыру. Со своим кораблем. И оказался в нашем мире. Когда это было? 23 года назад. И сколько ты еще собирался сидеть в ней? Мне надо выжить. Мне придут просто нужно время. Ты не отвечаешь на мой вопрос? До конца. Ваши биорусы не подходят нам. Поэтому менять не имеет смысла. Я жду помощь. А ты слышала о законах мироздания? Они в твоей галактике не действуют? Ты не имеешь права использовать чужую силу и волю. Понимаешь? У человека есть свои права. Я использую жизненные энергии, чтобы выжить. А что ты даешь? Что ты даешь? Ты паразитарная сущность. Паразитарную сущность мы всегда скидываем в галактическое ядро. Что бы сделал ты на моем месте? Я бы, во-первых, не входил в чужой биоробот без согласия того, чья энергия мне подходит. Это вопрос жизни и смерти. Здесь нет закона. Вопрос жизни и смерти ты ее убивал. Вот тебе закон жизни и смерти. Я сделал выбор между ней и мной. А как ты думаешь, какой у меня выбор между тобой и ей? И как я буду поступать? Есть другие, кто должен принять решение. В плане? Другие, да. У меня не имеешь права уничтожать. Ну, это еще надо подумать и посмотреть. Я лично не имею права тебя уничтожать. Но я тебя не верну на твою чистоту. Я тебя сдам в межгалактическую полицию. Ты слышала о такой организации? Есть она у вас в вашем измерении? Меня это устроит. Это какой-то малейший шанс вернуться. Он похож на кузнечик. На саранчук. Понятно. Так он из инзиктоидной расы получается, да? Ближе к ним. Мы встречались с инзиктоидами, встречались со всеми другими. Как ты называешь себя? Подвид. Подвид инзиктоидов? Или подвид кого? Подвид инзиктоидов, да. Подвид инзиктоидов. А почему ты живешь в другом измерении? Я не пойму. А все твои инзиктоиды живут здесь? Ты эксперимент какой-то? Грещенный. Понятно. Гибрид. Хорошо. Так, Вера, давай тогда. Что? Гибрид. Гибрид. Понятно. Ничего в этом страшного. Я тоже гибрид. Хорошо. Так. Тогда мы сейчас начинаем нашу чистку. Все знают, где они находятся. Мы начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Аллы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биопуле. Один, два, три. Выстраиваются каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Он сказал, что он Суркон. Что это? Или его имя, или его раса, я не знаю. Суркон? С? Первая буква. Суркон? Да. Суркон. Это твое имя или это твое раса? Это место откуда. А, планета твоя или звезда? Это звезда или что это? Место. Показывает это, как скопление звезд. А, ну понятно. Параллель, поэтому мы слоились. Понятно, параллель. Но мы уже слышали о такой ситуации, когда бывают такие случаи, мы встречались с одним ящером из параллельного измерения, который точно так же сидел несколько десятилетий и ждал помощь, и у него корабль тоже потерпел крушение. И как раз тогда ему и межгалактическая полиция его забрала, и дальше уже они его определяли, как его туда вернуть. Насколько я знаю. Хорошо. Суркон. Хорошо, наблюдаем за реверсом. Это место, которое принадлежит нам. Там живем только. Только вы. Хорошо. На земле живут многие. А в каком измерении? Какая плотность у вас? Мы живем в третьем измерении. Вы в каком живете? В четыре. В четвертом измерении. Хорошо. Границы стираются. Это верно. Это верно. А куда ты летел на своем корабле, скажи мне? Я был не одет. А где твои все члены команды? По другим телам сидят? Да. Надеюсь на это. А у вас нет между собой контакта больше, да? У вас другая плотность. Это верно. То есть ты даже не знаешь, выжили они или нет. Понятно. Бес считает цифры над головой у беса? Восьмерка. Бес, как долго ты находишься в этом биополе? Восемь лет. Восемь лет. Хорошо. Лярвы есть на теле? Да. Хочешь потом после чистки попросить меня их забрать? Если можно. Отвечай на все вопросы. В конце чистки я тебе отдам эти лярвы. Хорошо. Восемь лет. Инзиктоид. Как долго ты находишься в этом биополе? Подожди, он не восемь лет. Он восемь месяцев. Восемь месяцев. Хорошо. Инзиктоид. Как долго Инзиктоид находится? Тринадцать. 13 лет. Скажи мне инзиктоид. Вот рядом стоит представитель звезды Суркон. Ты знаешь, это ваш инзиктоид тоже, да? Он относится к вам. Это ваш подвид, гибрид? Он относится к нам так же, как неандерталец к человечеству. Ну, это мне очень о чем-то уже говорит. Благодарю за эту информацию. Хорошо. Синий дракон считает цифры над головой. Их две. Хорошо. Над каждой головой загораются цифры. 602. Да. 1028. И 1028. Хорошо, синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. 5 лет. Хорошо. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 18. Да что же вы все такие долгожители? 18 лет, 13 лет, 5 лет. И 23 года еще находится вот этот цирконец. Что же там за энергии такие, что он так вкусный? Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Алла забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Алла себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. У нас никаких там артефактов нет. Эта защита превратилась в эту сущность, да, Вера? Да, это его защита была. Понятно, хорошо. Ну, в ней, может, и есть что-то, доставать будут. Она видна сейчас, эта защита его? Нет. Хорошо. Хорошо. Забираем реверсом все назад. Защиту он выставлять может изнутри, но как энергия отталкивающая. С нами не помогло ему его защита. Хотя мы тоже выставляем защиту изнутри. Принцип правильный. А сколько вы живете на этой планете, представитель Суркона? У вас корабли есть? Вы техногенная цивилизация? Мы живем своим кланом. Это большая семья. Мы не подпускаем никого к нам. Сами не вмешиваемся. Понятно. То есть у вас есть еще и... Вам нужно сохранить жизнь. Нас очень мало. А кто вам мешает? У вас враги есть? Враги есть у всех. А кто, интересно, у вас враги? Вот у вашей цивилизации. У нас враги, например, гуманоиды, ящеры. Я среди них не видел ни одного порядочного. Один видел, одного-двух. А у вас кто? Вот у Греев тоже гуманоиды. Они поэтому по два и по три передвигаются. И с роботом, чтобы их не украли для экспериментов. Представители Сириуса и Ориона. Мне просто интересно, кто у вас может быть врагом? У инзиктоидной цивилизации... Ящеры очень развитая цивилизация у нас есть. Ящеры. Согласен. Они посещают регулярно наши измерения. Но наше скопление находится далеко от основной структуры. Понятно. У вас есть какой-то свет, солнце? У вас какой-то есть источник? Нет. Вы вполне... У вас темнота. А чем вы питаетесь? У вас какая пища? Как вы ее вырабатываете? Я спрашиваю, почему? Потому что ты сказал, тебе подходит энергия человека. Человеческой души. Поэтому меня интересовалось, как ты на своей планете питаешься? Я сказала, мне подходит лишь часть энергии, чтобы выжить. Поддержать жизнь во мне. А как эта энергия называется, которой ты питаешься? У нее есть какое-то название? Как ты ее получаешь? Есть золотая глобальная энергия. Ты не о ней говоришь случайно? Нет, не о ней. Мы меняем свои тела, когда они изнашиваются. То есть вы практически живете без ограничений? Сперва мы выращиваем их до определенного уровня. Биоробот свой, да. А потом туда переходите? Переходим туда. Ну вы намного нас тогда развитие получаете, если вы такое можете. Передвигаетесь вы. Мы обновляем свои тела. Вот это, конечно, класс. То есть вся память, которая у тебя была, она всегда сохраняется. Ты это хочешь сказать? Сохраняется. И весь опыт, и все знания, и все, чему ты научился, ты это берешь в новое тело. Это, конечно, прогресс. Да. Это в нашем мире такого, к сожалению, нет. Но и понятно, почему такого нет. Мы здесь время. Продолжение следует. Отлично. Хорошо. Переходим теперь к процедуре вытаскивания. Все, что осталось в биополе. Скажи мне, Инзик, то есть что у тебя установлено в биополе? Инзик, то это я имею в виду суркона. Каркас. Каркас. Хорошо. Тебе надо выходить из клетки, или ты вытащишь его сам? Без того, чтобы выходить. Хорошо. Ты ограничил меня в действиях. Согласен. И я даю команду на счет три. Вся конструкция, все, что находится на частоте этого представителя суркона, этого инзик, то это. Из сексими тонких тел безболезненно начинает выходить и формироваться в шар. Все чипы, датчики, импланты на частоте его выходят и зависает в воздухе. Я тебя ограничил, потому что я считаю твои действия по отношению к нам вначале агрессивными. Поэтому я поставил защиту. Ты намерен нормально общаться с нами, тогда я ее уберу. У нее конструкция внутри полностью по рукам, ногам, вплетена, позвоночник. Кошмар. Она его в себе носила. Вот эта тяжесть и была, да, Вера? Да. Хорошо. Вышла эта конструкция? Да. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Переходим к спруту. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отсасывай жидкость. Отсоединяй свои щупальцы. Вот я в биополе. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проводиться сканером 2 миллиона Гц. Поэтому, если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я не рекомендую это проверять. Уже неоднократно такое случалось. Поэтому контролируйте. За 18 лет можно что-то и забыть. Она не собирает грудь, спина, сверху плечи, голова. Растекся везде. Спрут. Что там было? Каша в голове? Невозможность концентрации? Была каша. Концентрация, да? Все это? Она уже не помнит, как без этого. Понятно. Но мы ей напомним. Поэтому мы все здесь и собрались. Собрался. Хорошо. Синий дракон. Я прошу тебя выйти сейчас. Отключить все свои платы, все свои проводки. Ничего не забывать. Вернуться в клетку и доложить мне о готовности к проверке. Приступай. Третий глаз плата у него. Понятно. Третий глаз плата. Скажи-ка мне, Синий дракон, ты что-то транслировал ей? Показывал какие-то вещи? Летал с ней? В смысле, показывал ей, когда ты летал? Ты транслировал все эти вот вещи? Я вижу сейчас эти фильмы. Хорошо. Немножко. Я прошу инзиктоида сейчас выйти, вытащить, если у него есть инкубатор из биоробота. Есть инкубатор инзиктоид? Да. Хорошо. Вытаскивай инкубатор, отключайся полностью, жидкость отсасывай. Не забывай. Инзиктоид, она сильно из-за тебя поправилась, потому что тебе место надо было для инкубатора. Вес у нее поднялся? Поднялся. Хорошо, Алла Тир знает причину подъема веса. Это их работа. Когда инзиктоид устанавливает, ему нужно место для его инкубатора, и поэтому человек реально может набрать за пару месяцев 25-30 килограмм. Я просто из опыта говорю. Хорошо. Готова. Хорошо, выходит бес, снимает все, что он оставил в биополе, сапожки, все, что у тебя там есть на руках, веревки, ногах, и доложи мне все, что ты все снял. Где он снимает, Вера? Рожки и веревки. Все есть. Все есть. Хорошо. Ясно вижу их. На запястьях у нее веревки. Такие ленты, я бы сказал, не веревки. Беса, когда ты за эти ленты дергал, каким эмоциям ты ее клонил? Что она должна была делать? Что вызывало эту эмоцию? Какую эмоцию это вызывали эти ленты? Прошлое много вспоминает. Прошлое много вспоминает. А почему это тебе нравится? Мне по-настоящему жить, да, радоваться. А на прошлое копошит. Все, что-то найти там хочет. Хорошо. А почему тебе это нравится? Это разве твоя чистота? Это ж в принципе... Как эта энергия называется, что тебя притянула? Определенную энергию выдает этим старение. Вот как. Она ж не позитив выкапывает. Весь негатив из прошлого ворошит. Понятно. Для тебя это, конечно, благодатная почва. Все понятно. Хорошо, ты все снял. Да. Я разрешаю тебе забрать все лярвы. Вера, где он снимает? Ничего не забывай. Спина. Спина. Спина с катковчика вверх до головы. Там она должна была более испытывать сильные. Голова тоже. Голова. Ну, это от спрута, скорее всего, голова. Готов. Хорошо. Возвращайся назад. Все. Переходим к следующей процедуре рассинхронизации. Я даю команду на рассинхронизацию Аллы с энергией Беса до числового значения 100%. Готово. Я даю команду Скенеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Скенер выпаривает все остаточные наночастицы. Все, что могло остаться. Остается только чистая энергия Аллы. Если что-то крупное будет найдено и не вытащено, и загорается маячок. Энергии мало у нее. Бес что-то сказать еще хочет. Он благодарен за Лярва. Добавить. Добавить хочет? Да. Он говорит, ты ей скажи. Давай. Как у Христа за пасухой живет. Пусть живет и радуется настоящим. Будет копать прошлое, и я опять приду. Алла, вы слышали сейчас, что вам сказал бес? Вы понимаете, о чем он говорит? Она говорит, ну я вроде рада и благодарна всему. Ну вот он считает, что вы где-то все-таки в прошлом ворошите какие-то там вещи. И ваше нежелание жить в сегодняшнем дне явилось основной причиной его присутствия. Меньше говорит, пусть и больше радуется и смеется. Позитив пускай несет. А то я рядом жду. Хорошо, Без. Благодарю тебя за эту информацию. Он как учитель уже выступает. Что в принципе так и есть. Наша Лярва была. Жирная. Отлично. Рад, что тебе она понравилась. Понарр закончил. Отлично. Хорошо. Значит, я тогда сейчас чисто. Все чисто. Ничего не осталось. Подхожу к Алле, кладу руки на плечи и помогаю ей моей энергией сделать импульс высокой, обратно на шоку удара и сжечь все каналы к интерферентам на счет. Три. Один. Два. Три. Удар. Отлетает все каналы. Удар. Открывается портал в галактическое ядро, и эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, все прошли проверку, тогда будем отпускать. Хорошо, Без. Благодарю за информацию. Готов уходить? Пойду, конечно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беза. Один, два, три. И Без забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй и став угольную пентаграмму. Здесь, говорит, все равно больше делать нечего. Согласен. Хорошо. Инзиктоид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Инзиктоида. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Синий дракон. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Топ. Переходим к спруту. Спрут готова уходить? Топ. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, Ли, я прошу выйти со мной на связь. на связи приветствуйте али у нас сегодня из другого измерения попал гибрид инзиктоида он говорит место называется суркон их корабль якобы потерпел крушение и он 23 года жил в человеке конструкция находится рядом в клетке что это за цивилизация такая ты не могла бы мне объяснить двух словах подарок нужно помощь он не адаптирован к жизни наш даем ему нужна помощь он сказал что он не один их было несколько и другие он даже не знает они выжили или нет они где-то тоже находится на земле как я понял хорошо инзиктои тебе помогут снимая с его защиту 123 мою защиту они его как в инфекционный бокс заводят сразу готова но это наверно связано с тем что не то что он для них опасен скорее всего это потому что ему не для него это для его адаптации для поддержки его хорошо поехали дальше благодарю ли работаем дальше хорошо алла мы закончили нашу работу чистку вашу как вы себя чувствуете великолепно чувствую мне так легко и это гармония которая пришла как бы сохранить все это заправляетесь энергиями как мы заправляли энергиями мы показали вам в этом сеансе кроме того у нас на канале есть видео обучающие именно как заправляться энергиями как выглядит мир каба для того чтобы вы могли это себе визуализировать поэтому все дальше зависит от вас вы должны теперь регулярно заправляться энергиями когда выполнены энергиями ни одна сущность не сможет вас войти и вы будете чувствовать всегда это это легкость это приятное хорошее настроение ну и конечно работа над собой над своей осознанностью и никто не отменял продолжаете дальше и еще обращая ваше внимание на дом мы сейчас возвращаем вас чистую в квартиру которая находится порталы и другие сущности они приходят в основном во сне поэтому будь подумайте хотите ли вы с такими соседями жить если у вас будет желание обращайтесь мы все порталы уберем и почистим вам квартиру хорошо мы закончили будем возвращать это аллу в систему биоробот душа и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию аллы в систему биоробот душа заводим подключаем ее каждому органу каждой клеточки каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами и биоробот свою тяжесть несет какую тяжесть накопленную годами хорошо синхронизируем энергии переходит на физический план тяжесть нейтрализуется готова и отключайся от объекта и переносить свою комнату диагностики пошел подъем я на месте